Прикол-то в том, что твой отец не смог, вот так вот, как шейх Мансур, достойно пройти, не продаться за благо этого мира. Твой отец продался, ведь это, ведь ты являешься, ты из династии. Он ведь пришел сам, он не пришел сдаваться, он пришел для того, чтобы выстраивать отношения с Россией. Так, вторая тема, тоже очень интересная, Кадыров, это тоже касается непосредственно тебя. Хотя, на днях Кадыров высказался по поводу шейха Мансура, да помилует его Всевышний Аллах. Вообще, хочу начать с этой фигуры шейха Мансура, как раз на днях обсуждали его и пришли к такой мысли. Шейх Мансур это такой человек, которому Аллах дал такую степень, такое благо, что он после его смерти, уже сколько пришло времени, но за него делают дуа, мусульмане искренне любят его, просят Аллаха, чтобы он помиловал и даровал ему райские сады, шейху Мансуру. Но уникальность в том, что его не только мусульмане его любят, его любят и немусульмане, и враги, и муртаты, и все, понимаете? Это такая фигура, это, наверное, показатель того, что Аллах возлюбил шейха Мансура и сделал так, что все обитатели начали его любить. Так вот, Рамзан Кадыров во время какой-то очередной поездки высказался по поводу шейха Мансура, сказав, что за счет того, что он до конца, кто-то, значит, Екатерина, или что-то ему предложили, и он, значит, не под... Короче, что я вам рассказываю? Давайте послушаем, что он сказал. Короче, Кадыров говорит, что шейх Мансур, он герой, говорит, он достойный человек, потому что он до конца, говорит, пошел, он не поддался, никакие блага этого мира его не купили. Когда пришла Екатерина и что-то предложила ему все блага этого мира, он, говорит, не продался. Так вот, Кадыров, представь себе, ты сам говоришь о качестве, которое действительно благое, которое и делает человека достойным, которое и делает человека героем. Но прикол-то в том, что твой отец не смог вот так вот, как шейх Мансур, достойно пройти, не продаться за благо этого мира. Твой отец продался, ведь это, ведь ты являешься, ты из династии предателей, ты же их продолжение, своего отца. Твой отец, когда настал момент истины, когда нужно было выступить против врага, твой отец предал президента, который, по его же словам, был избранным, являлся легитимным президентом. Твой отец выступил против этого президента, пошел сам, побежал на поклон к Путину и предложил ему свои услуги. Если ты вдруг забыл, я тебе сейчас покажу, как сам Путин рассказывал о том, как твой отец к нему прибежал. Послушай. Я познакомился с его отцом, с первым президентом Чеченской Республики. Он ведь пришел сам. Он не пришел сдаваться. Он пришел для того, чтобы выстраивать отношения с Россией. Не начались еще активные боевые действия. Видишь, Путин, не я говорю, Путин говорит. Он сам ко мне пришел, говорит Путин, про твоего отца. Война еще, боевые действия еще не начались, говорит Путин, про твоего пахана. Прикинь? Теперь сравни Шайх Мансур, который в плену, к нему приходит, там, Екатерина или я не знаю кто-то, от нее не важно, и предлагает ему какие-то блага, как ты говоришь, твои слова. И он не идет на это, он не продается. Одна история. И вторая история, твой отец, к которому никто не приходит, не предлагает. А он сам идет и предлагает себя, понимаешь, сам себя продает. Говорит, купите, пожалуйста, я к вашим услугам. Я готов предоставлять вам услуги. Я готов вам служить. И Путин принимает это предложение и одаривает вас, твоего отца, тебя, одаривает вас благами этого мира, которые тленны. И сейчас вы, ну ты стал продолжателем, твой отец был первым предателем в новейшей истории. И ты теперь, ну по сути ты его преемник, дальше я не знаю, дустом, дуслы, кто вас там будет дальше. Но вы уже стали как бы династией предателей. Но радует то, что ты сам, ты сам знаешь, ты сам понимаешь, что является благими качествами мужчины, что является отвагой, что является достоинством. Какие качества ценятся людьми, за какие качества людей возводят в ранге героев. Ты это сам знаешь, ты сам своими устами это говоришь. И из этого мы можем сделать вывод, что ты сам прекрасно осознаешь свое положение. Ты понимаешь, что вы не сделали то, что сделал шейх Мансов. Вы не смогли так пройти. Твой отец не смог, ты-то подавно не смог. Твой отец этого делать не смог. Твой отец сначала залез на трактор и призывал нас всех воевать против России, наших женщин. Он призывал наших женщин, не спрашивая нас идти на митинги, выходить. А потом, когда второй раз эта же страна, против которой он призывал воевать, когда она снова к нам торглась, твой отец стал искать какие-то там причины. Дагестан мы там зашли, у нас лохобиты, у нас международные террористы, у нас там еще что-то, хаттаб приехал там. Короче, Абу-Валид и так далее. Рабы вам стали не нравиться. То есть, вы стали искать причины для того, чтобы продаться России. И нашли их, конечно. Когда человек ищет какие-то причины для себя, он уходит. Он всегда найдет для себя оправдание, если он уже решил, что ему нужно продать свою пятую точку. И вот твой отец, когда это решил, он пошел и предложил Путину по признанию самого Путина. Вот такая вот у вас жалкая история, Гадыра. И вам нужно с этим жить. И какие бы блага этой жизни вы не имели, ты ведь совсем недавно, ты же был в этом положении, когда ты понимал, вроде бы у тебя все есть, но тебе было так плохо, что тебе было не до этих благ, ты не думал об этом. Ты же прошел этот момент, ты же знаешь, о чем я говорю. Вот представь, это же снова, это состояние тебя ожидает. И все, что ты имеешь, все вот это, ты уйдешь на тот свет без всех этих благ, без вот этих вот жизненных, без этого имущества, без ничего. Ты уйдешь с этим предательством. Твой отец, когда его Путин отправил на тот свет на стадионе, твой отец ушел туда без богатств, без вот этих всех благ. Он ушел туда со своим предательством. Вот с тем предложением к Путину, с которым он к нему обратился, вот с этим предложением он туда ушел. И вместе с этим он стал там перед Аллахом, предстал. И ты точно так же предстанешь. И ничего тебе там не поможет. Ничего. И если твои дети последуют твоим стопам, твои потомки последуют по своим стопам, они тоже предстанут перед Аллахом опозорены. Слушай, я вот тут долго думал, его отец же всегда залазил на трактор, да? Да. И оттуда вел свою проповедь, как бы, чтобы вышли на джихад против русских. Я думал, с чего же проповедует кадыру. На что он залазит, да? Когда делает свои проповеди. И потом я узнал, что он... Единственное, на что он залез на самое высокое, это каблуки от прада, короче. Нет, ты говоришь про младшего, когда я говорил. Да, про младшего. Старший вроде, да. Он же всегда следует примеру своего. Старший залазил в трактор. Может быть, он, может, он трактористом когда-то был. Его как-то привлекал трактор. А его сын только вот. У сына уже другие предпочтения. Поэтому на высокую подошву залазил. От прада. Так, короче, здесь пишет нам бывший Гурон. Ас-саламу алейкум. Ва Хасан Марш Вогил Альхамдулила. Очень обрадовал твой голос. Дала Альш доил шу вежри. Ва алейкум ас-саляму аль-баракату. Опять про какого-то Хасана пишут. Про голос Хасана. Да. Наверное, у нас голос похож с этим. Наверное. И еще, наверное, этот Хасан говорил, Кадыров, ты шмирь всегда. Кадыров, шмирь, он. Тердуйся, ас-Хасан. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»